привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 3 и мы находимся судя по всему нормальной версии этого супермаркета потому что последний серий у нас творилось абсолютно какое-то просто ладно скажем проще непотребство в конце серии пусть мы пережили атаки сразу нескольких страшных монстров мы увидели огромного червя он пытался нас убить но в итоге получил заряд свинца си между глаз хорошо после этого мы вернулись сюда и нам нужно выбираться место не самое приятное сразу скажу но при этом это не silent hill и и судя по всему та дама которая нам встретилась по дороге является причиной того что здесь столько монстров не знаю я там разберемся хорошо куда же мы идем по сути по сути так может телефона мы здесь все сделали и нам нужно уходить к чертовой матери из этого места потому что он какая тишина и вон какое спокойствие телефон не работает ну все мы на что-то надеемся как бы хотел позвонить папе мне кажется из того зала нужно выбираться но сейчас мы сначала я не знаю хотя пойдем там вроде еще один выход был посмотрим в общем это все особо интересно выглядит свете того что очень многие считают что на самом деле герои игр серии silent hill видит не монстров то есть они видят монстров на самом деле это люди так сюда мы не проходим люди они убивают обычных людей и поэтому эти истории становятся еще более ужасными так нет посмотри здесь на самом деле ничего нет особо не поддается и не открывается хотя я уже предвижу это третья серия которая пишу за раз то есть с самого начала поэтому я еще не видел ваших комментариев по поводу этой игры но я уже привяжу как знатоки объясняют абсолютно все детали в этой игре это круто последнее время я вот такие игры не могу играть допустим одиночку я просто даже если поиграть там 15 я понимаю что мне самому играть уже не интересно не интересно играть на запись чтобы потом как-то обсудить с людьми то что произошло в серии и что самое радостное то что и людям тоже это интересно хорошо вам похоже выбрались я прямо Site пришла что он это все то что на самом деле минус вот вот и а вот и э это эн э а Каудиоте все это? Смотри, я просто был искренним найти тебя. Я не на нищих стороне. Я не знаю ничего о том. Почему ты начнешь с этим рассказать мне, что произошло? И это монстр. Что это было? Я не знаю больше всего чем ты. Все я знаю, что все очень скрою здесь. И я чувствую что это было что-то такое. Может быть, ты просто нечестен, но... Но я не могу сказать, что ты заставил меня в этом. Если ты не нашел меня... Что ты говоришь? Что такое особенное? Я знаю что-то. Но я знаю что-то, что я не могу сказать. Я не знаю, что я не знаю, что я не помню. Как я помню это? Что происходит? Нет. Где ты идешь? Я беру на дорогу. Что я должен делать? Я не знаю. Я иду домой. На самом деле, довольно странная история. И вот что мне нравилось в первой и второй части. Там истории были, они очень органично вплетались в геймплей по смыслу. То есть в первой части герой потерялся в городе и искал дочь, поэтому он там ходил, дрался с этими монстрами. Джеймс во второй части, он сразу сказал, что ему плевать, что там монстры. Там есть его жена. Поэтому, несмотря на все препятствия, все равно шел вперед. Что двигает вообще Хизер? Почему она не звонит в полицию, не пытается как-то выбраться? После того, как вот это вот все пережила, там огромный червь, черт побери, ее атаковал там размером с грузовик. Она такая, окей, поехал домой на метро. Ну, не знаю, это довольно странно. И сами герои меня как-то вот такой симпатии не вызывают, честно говоря. То есть вот этот вот Хизер, у нее такие вот гусиные лапки. Глаза какие-то, глазки такие свинячие. Не знаю, как-то... Не знаю, в общем. Все равно, сама третья часть, мне именно геймплей, она больше нравится, чем первая, вторая. Она более проработанная. А вот в плане смысла... Типа там... Че вообще? Какого черта? За нами только что гонялись непонятные безрукие какие-то цыплята с черной точкой вместо головы. Пойдем поговорим с детективом. Окей. Это все на самом деле не важно. Эта игра все равно выше 99% сегодняшних игр. Так, блин, зачем я сюда вышел, который выходит на сегодняшний день? Ну и понятно дело, те люди, которые говорят, что вот в начале 2000-х игры были лучше, чем сейчас. Совсем не так. Они припоминают вот Сарен Хилл 2-й, 3-й, Метал Гир, скажем, 2-й, 3-й. Ну и в принципе сейчас тоже хватает вот таких вот игр, очень круто сделанных. Но сейчас тоже хватает и мусора, и тогда было точно так же. Так что не питайте иллюзий. Как мусора, так хороших игр всегда хватало. Здесь есть карта метро. Но я и без нее знаю, куда мне доехать. А, как мне доехать до дома? Так. Мне нужно сесть на поезд с третьей платформы на станции Virgin Street. Virgin, окей, запомним. Газета. Несчастный случай на Хейзл Стрит. 4-го числа около 11-ти вечера человек, ждавший поезд на станции Хейзл Стрит, упал на пути и был сбит прибывающим поездом. Он умер мгновенно. Полиция пока не может сказать, был ли это несчастный случай или самоубийство. Свидетели говорят, что погибший не выглядел странно и, казалось, прыгнул преднамеренно. Погибшего еще не опоздали. На вид ему было 40 лет. Среднего роста одет был черную куртку. Четырехмесячной давности. Ну, что происходит здесь сейчас? Сейчас здесь, как в каком-нибудь крае эфире, вообще никого нет. Вообще никого. Так, в общем, что-то я как-то несистемно-то двигаюсь. Туалеты мы проверили. И давайте по стеночке пошли. Нам, похоже, он туда через турникеты, но сначала мы... Так, это Хейзл Стрит, куда мы не попадаем. Не попадаем же. Камера в этой части как-то, я не знаю, слишком упорная, по-моему. То есть большая часть комнат, в которых ты заходишь, они показывают, когда ты именно туда попадаешь, не тебя. Они... Вернее, не комнату, они показывают тебя. Причем там крупно так. Что там в комнате на тебя идет, ты можешь узнать только по звукам радио этой... Рации, которая начинает сифонить. Так, все, тут ничего нет. Ладно, погнали уже. Больше ничего не забыл вроде. Хорошо. Жутко в это место, да? Хорошо. Жутко в это место, да? Не поддается. Не поддается. Какого черта за звуки там? Там крокодил у вас что ли водится? Офигеть. Бёрджин. Это сюда. Ладно, пойдем. Напомню, мы проходим, стараясь ни с кем не воевать, и стреляя только в самом крайнем случае, поэтому... О, вот, про чего я говорил камера. Видите? Она показывает нас. Она не показывает, что нас спереди ждет. Тут приходится уже самому шуровать. Так. Куда же нам идти? Соботный обзор, конечно, не помешал бы. Но вот здесь вроде Берджин стрит. Вроде бы нам сюда. Наверняка, если мы пойдем в другие станции, там какие-нибудь секреты будут. Аптечки, патроны. Мне, честно говоря, пока же сюда охота. Я читал это очень давно. Это какой-то оккультный журнал. Полная ерунда, конечно. Но нет ничего плохого в том, что почитать его для развлечения. Души тех, кто умер из-за несчастного случая, не осознают того, что они умерли. Иногда они остаются блуждать в том месте, где погибли. Эти души потеряли свои человеческие мысли и чувства. Они могут только чувствовать боль того момента, в котором они умерли. Боль становится настолько сильной, что они материализуются. Они хотят забрать жизнь у других людей. И в это время они могут управлять людьми. Эти места называются местами самоубийств или высокого риска. Вы должны быть осторожны, находясь в этих местах. Особенно в тот день, когда случилось происшествие. Прошествие написано. Если, конечно, не хотите, чтобы это случилось с вами. Я так понимаю, сегодня именно тот день, да? Охренеть. Поздравляю. Поздравляю. Здесь что-то есть. Там стоит, что ли, кто-то? И вот, знаете, вот это вот уже реально Silent Hill. В первой серии я играл игру за то, что она вообще на Silent Hill не похожа. Потому что слишком много экшена. Никакого исследования мира. А здесь прям как-то так жутковато. И именно запустение такое. Что-то прям вообще очень нравится. Тихо. Да, я принес ту жену. Давай, забирайся куда-нибудь. Какого черта. Это было не очень круто. Но метро, я смотрю, ходит, да? Обезболивающе. Hazel Street. Вроде шли на Берген, в итоге пришли на Hazel. Ну, так только я могу. По путям я особо бегать не буду. Раз там раздаются сигналы предупредительные, значит все-таки поезд рано или поздно приедет, если он, конечно, не призрак. Ну, пойдем сюда, обойдем тогда. Так, блин, карта. Почему ты не даешь мне нормального обзора? Вот отсюда мы пришли. Здесь у нас Hazel Street. Не знаю, как я так глядел, но в итоге мы оказались тут. Но, в принципе, по-моему, круто. Вроде ничего особого не получили, но при этом... О, ночью было. Так, камера. North End. Power Garden. Я считаю, что можно пообходить все при возможности. Сначала, конечно, сохранимся. Кто-то разрисовал стенки. Пожарная дверь закрыта. Я оставлю ее в покое. Так, а что это? Я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем я сюда иду, если мне нужно на Бергю. Ой, тихо. Ну, интересно же, преследует, да? Это мы оказались с другой стороны этого коридора, верно? Ну, да. Сейчас. Сейчас пойдем уже. Так, это Hazel Street. А, нет, но вот это Берген, куда нам нужно. Но все-таки мы сходим сначала туда. Посмотрим, может, там что есть. Так, хорошо. Вроде никого. Фрутирушь. Какого-то. Хорошее качество, хороший вкус. Так, не входить. Дверь плотно закрыта. Вот это вот мне не нравится. В третьем Silent Hill тоже. То, что раньше, ну не знаю, там 50% дверей были закрыты. Либо в коридоре вообще там делали 3 двери, в которые можно зайти. Здесь же делают, если здесь есть 3 двери, в которые можно зайти, в этом же коридоре сделают еще 15 дверей, в которые зайти нельзя. И ты ходишь именно вот лбом тыкаешься во все двери, в надежде открыть какую-нибудь из них. Цепь удерживает дверь закрытой. Гайка затянута очень туго. Я не могу открутить ее вручную. Хорошо. Видимо, будем откручивать ее не вручную. Так, это куда нас ведет? А мы тут были, не были. Подожди. Элм-стрит? А, нет. Хейдинг. Не показалось. Пытается. Надеюсь, зато открывается норд-энд. Хорошо, поищем тут эту непонятную, я не знаю, там ключ газовый. Тихо. Камера, ты мне совсем не помогаешь. Если мы будем кооперироваться, то мы с тобой проживем достаточно долго. Так, а мы, кстати говоря, уже не в метро, мы опять в альтернативной версии. Какого черта? Надо убегать. Надо валить. Хорошо. Какие приятные звуки, это офигеть. Так, блин, я кругом пошел. Ох, собаки. Я ненавижу собак. Ой, сколько вас тут, это же офигеть. Есть спуск ниже. Сначала мы... Нет, тут больше ничего нет, да? А, нет, есть еще спуск. Ну, что я могу сказать? Приятное место. Так, это что? А, вот, смотри, то, что нужно. Ключи. Хорошо. А что там вообще с Берген-стрит? Почему делаем вот эти все манипуляции нам приходится проделать? Если, по сути, нам вообще не сюда. Видимо, Берген-стрит как-то там закрыт, и пройти мы можем только через вот эти места. Ладно. Ладно. Так, хорошо. Где он там был? Напротив, по-моему. Ноп. Ёп. Хорошо. Давайте попробуем. Дорогу, кстати, надо будет поднять. Так, кусачки. Так, кусачки. Я бы не назвал это кусачками, это скорее нечто другое. Все-таки. Ну, ладно. Хорошо. Так, ну пойдем сюда, раз идется, почему нет. Хорошо. Так, пойдем тут посмотрим. Туда можно? Ох, тихо, тихо. Это что было? Что-то прям мурашки прибежали. Ну, понятное дело, да, что вы смотрите это в наушниках. Если нет, то я вас просто хочу поругать. Это что, ружье? Подарочная коробка, подарок о дне рождения. Знаете, напоминает, это, по-моему, отсылка к фильму «Терминатор». Не думаю. Я знаю, что никто не дарит мне такие вещи. Но я все равно возьму его. Он пригодится против монстров. Ребята, шотган. Снаружи кто-то есть. Кто-то. Это что? Офигеть. Тихонько. Он там живой вообще, нет? Что-то мне как-то расхотелось с ним знакомиться после того, как я увидел его габариты. Это что вообще такое? Ладно, я вообще не понимаю, куда я иду, но куда-то мы идем. Закрыто. Здесь есть карта метро, она мне так не нужна. С тремянкой тележки переграждают путь. Я не могу пройти. Ну, знаешь, Хизер, я бы смог. Только там, в принципе, смысл туда идти. И пытается... Так, подожди, что там наверху? Норт-энд. Пауэлл Гарден. Ну, видимо, пойдем на... Так, Рената Колледж направо. Пытается. Так, нам вот сюда. Хорошо. Сначала мы сходим тут, куда только можно. Вот сюда, допустим. Откнуть. Давайте сходим на Ренату. А потом на Берген-стрит. Потому что Берген нас отвезет, похоже, уже дальше. Туда, куда нам нужно. Ой, по-моему, я это зря сделал. Камера как-то вообще со мной не копирируется. Не хочет мне помогать. Ну да ладно. Кто-то там есть. Так, собака. Ой-ой-ой. Давай. Черт. Ах, твою мать Валим Хорошо, что вы не умеете Проходить соседние локации Так, ходили, в общем, зря Давайте подлечимся Вот и сюда, Берген Что там за звуки такие? Просто собаки? Так, хорошо Сюда они не попадут, я думаю Ага, интересно Так, но нужно действовать очень быстро Сначала, я думаю Добежим сюда Посмотрим Это, наверное, Крегине, да? Я расхотел Так, это получается платформа 3 А нет, мы были на платформе 4 Ой, так Блин, я просто сейчас прыгну вниз Там, окажется, дверь закрыта И меня собьет какой-нибудь поезд А здесь что-то так жутко, что Я прям не знаю Погнали Погнали Да С разворотом дела, как всегда, печально Так, ну что я могу сказать Здесь мы Были уже Да В общем, нам нужно на Берген обратно Потому что здесь я что-то как-то особо пути не вижу Зачем мы вообще сюда ходили? Давайте посмотрим Вот есть что-то новое? Нифига нового тут нет Здесь мы все обошли Сейчас мы сохранимся Потому что мало ли там Меня сейчас поезд собьет Я, кстати, не буду пользоваться Вот этими сохранениями Потому что это Читерство И серьезно убивает интерес к игре Когда понимаешь, что Тебя убьют И придется очень сильно Переигрывать Как ты играешь Гораздо более сосредоточенно Ну и так Тем более Задумали изначально Разработчики Так, а что у нас там по времени? Видим нормально Ну что, погнали Я вообще не понимаю Зачем мы сюда ходили Ну ладно Сходили-сходили Так, подожди Получается Я в печали на самом деле Потому что Это дверь Которая у нас Так, сюда мы не пройдем Нет Двери-то нет Это плохо Запутанный какой-то муравейник Все, погнали Хреновое место Ой, хреновое Так, в общем В итоге У нас ставится Тут одно место И в принципе Больше-то нам идти Особо и некуда Так, а что там такое? Тут вот Вроде чего Хорошо, погнали Отлично Давай-давай-давай-давай-давай Ох, блин Это было страшновато Я успел? Так, ну в общем Такие дела Вызвали мы поезд На нем сейчас похоже Поедем домой Повторюсь В определенном смысле Пугает вообще Вот это вот Безразличие Хизер Я вообще плевать Что за ней гоняется Тут непонятно Какие там страхолюдины Такая Мне нужно домой Я хочу кушать и спать Окей Но тем не менее Пока что все Достаточно любопытно Что же это вообще Тут происходит И как во всем этом Замешан Хизер Повторюсь Сюжет третьего Сайлент Хилла Я не знаю вообще По Сайлент Хиллу второму Я что-то еще знал Но по третьему Вообще Как-то полный ноль Так что я думаю Будет достаточно интересно Вместе все это раскрывать Несмотря на то Что большая часть Из вас уже В игру давно поиграла Тем не менее Надеюсь понравилось Это видео Увидимся в следующем С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok